привет всем пока у нас тут чинит вторую камеру которая должна была снимать это человек большим крупным планом но перестал это делать в самом разгаре съемки хочу представить очередного гостя я их в общем-то уцепляю как обычно своих экскурсиях путь изведанный ну представьте пожалуйста алексей хиппинин меня зовут я гид-переводчик по санкт-петербургу пригорода на финском языке работы ну то есть вы уже видите да и по фамилии и и по внешности не жгучий такой гринец хотя у нас есть такое есть небезызвестные боеры дынчеев да 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 он более финский даже чем наши финны местным тем не менее значит ну начнем с того что финляндия конечно для петербурга да не для всей россии для петербурга это такая история куда ну только ленивый не поехал там за какие-нибудь зимними шинами рыбой шоколадками и и так далее есть конечно сумасшедшие которые едут туда как туристы и смотрят какие-то достопримечательности если такие я пытался быть таким у меня не получилось скажи скажи честно вот но в основном это для нас история вполне известная значит первый вопрос следующего характера расскажи немножечко про свою ну не родословную конечно не надо там до пятого колена но у тебя явно не русская фамилия это точно да да вот даже с акцентом буду пытаться говорить на плохо получается ну в принципе да то есть я отношусь к энгерман ланцем не выговорить это слово очень сложное даже для даже для финнов когда-то предки в семнадцатом веке переехали сюда из финляндии с современной финляндии вот обосновались и в общем то так так и жили это по отцовской линии по материнской линии все были русские то мастерской губернии местные были в общем такая многосложная история так что частично вот имею отношения родился ты где родился в гатчине то есть это считается для вот ингерман ланди это как главный город насколько я знаю финляндия ведь есть программы согласно которые ты можешь как бы туда поехать и вообще там типа натурализоваться и быть счастливым обладателем европейского паспорта было она была уже прикрыли ее прикрыли буквально вот год год полтора где-то два назад она закончилась полностью у меня просто приятель как раз вот один и не один мама знакома по этой программе туда въехали у меня тоже родственники есть там финляндии живут а ты как вот у тебя вообще было желание туда как-то перебраться ну как сказать 90-е годы когда был вот этот спад сумасшедший конечно это имело смысл то есть не можно было понять людей которые уезжали действительно за лучшую жизнь сейчас я бы не сказал что как это катастрофический разрыв вот в жизненном уровне между финляндии россии и просто так вот сняться и уехать без работы без без какого-то бесподготовленного что называется платформы это ну смысл я не понимаю зачем ну вот все вот эти истории про то что там чаще аккуратнее и прочее чем у нас был замечательный помню пост как люди проехали вдоль границы и как бы финские деревни наши деревни это конечно имеет место естественно это привлекает но как сказать все равно все упрется в работу в любом случае сидеть на шее государства на социально вот этих вещей пособия как очень-то многие уехавшие и поступают ну не знаю мне кажется это не очень правильно да не в этом дело потому что это и пособие в любом случае его и все равно как бы не хватит поэтому сами понимаете ну вот тогда и про работу и поговорим значит когда ты начал водить финских туристов ну это нельзя назвать какую-то дату прямо когда это не я я понимаю что 7 июля я встал и сегодня я попара вот уже нет ну такой даты не было конечно но в принципе регулярно я занимаюсь где-то три года уже вот этим вот у меня есть основная работа постоянная а это больше надо сюда дальше бы больше того хобби значит естественно первый вопрос связанные ну то есть как бы их частично знает него ответ но тем не менее такое как совершенно с неба спустившийся ведь финляндия была понятно частью российской империи более того если это больная тема с выборгом потому что мы его отжали перед самой войной как финны во первых куда ты их возишь ну как правило два направления у меня исключений таких особых не было то есть это культурные объекты петербург то есть музеи это обзорные экскурсии это значит городская жизнь магазины и так далее то есть все по по так скажем виш-лист когда есть у заказчика составляется программа вот под это и второе направление это карельский перешейк вот по поводу карельского перешейка как финны реагируют на то что они понимают что это когда-то типа было типа было их ну по-разному реагируют на самом деле не люблю конечно сразу на самом деле но получается что некоторые довольно спокойно уже относятся к статус-кво которая у нас ложилась вот некоторые не могут это пережить в себе особенно люди в возрасте попадаются что как же это надо назад это наша земля и так далее то есть в разные есть люди но в основном нейтрально вот есть как есть то есть история очень такой распространенная взгляд что история она вот случилась и уже не перейдет нужно не жить прошлом найти вперед и думать как вот в этом положении двигаться дальше есть в том числе и финляндии в организации по типу карелию назад и так далее то есть у них есть и крайне правы и крайне левые разноцветные полосатые там как и везде в общем-то в любом обществе и процент вот этих вот девиантов он примерно такой же как и у нас вот как бы ты описал типичного среднестатистического финского туриста какие характеристики ты бы ему дал ну я по своему опыту подговорились мы только про то я потоговая вот то есть для меня это как правило мужчина в районе 50-60 лет имеющий корни как правило на карельском перешейке либо в советское время работавший или работающий до сих пор наше время где-то в петербурге либо россии в целом вот то есть это либо вот эти вот исторические поездки либо вот культурные имеющие связи с прошлым молодежь как правило самостоятельно находит себе объекты для исследования и для развлечений и так далее то есть они как правило не не требуется им вот гид прямо вот в таком охарактеризовал их ну такой интеллектуальный бэкграунд то есть вот они нас насколько они вообще в теме вот когда они едут сюда как правило люди изучают вопрос перед поездкой и вот что можно от характерного такого сказать что неоднократно замечал что поездка объекты куда они хотят сходить готовится сильно заранее то есть они изучают вопрос они составляют перечень что они хотят увидеть потом сами определяют как перемещаться между этими объектами что есть не получается такого что я хочу посмотреть там допустим небоскреб и в через час я должен быть там где-то в коломне до то есть такого нет они методичные они методично очень изучают вопрос да если про исторические моменты то у них материал с собой то есть подготовленные распечатки карты фотографии то есть ребята едут уже многие знают куда едут то есть если это речь идет о поездке именно бывшие места жительства то там уже вся история уже то есть нам рассказывать нечего вот кстати как раз я спросите насколько это помогает или наоборот мешает твоей работе потому что может быть не все то что ты им говоришь соответствует их представление здесь главных просак не попасть то что вот то есть стараешься естественно какие-то общие вещи не не углубляясь в подробности а уже туристы туристы да они сами подробности свои рассказать а у тебя бывали ситуации когда попадал в просто да конечно то есть это нормально то есть я думаю что у всех так бывает когда поправляли до пример какой можно привести пример там перепутать где-нибудь наступление там основной удар там вспомогательные города то есть корейский перешейк там богата вот эта военная история и как правило люди знают что они смотрят знают что происходило в этих местах как правило попадается что они участвовали у них предки там в боевых действиях то есть право уже вся подноготная уже известна естественно когда ты выступаешь на перепутал даты или перепутала номера подразделения то поправляют но это не сильно как бы понятно что сложно запомнить в большом объеме вот эти вот информацию а вот ну это же еще вторая мировая война до великой отечественной для нас они опять-таки как это все воспринимают по-разному вообще официально вторая мировая война для всех европейцев для нас велика отечественная война у них свое собственное название таят кусота это война продолжения она считается продолжением зимней войны если зимняя война считается однозначно торжество финского духа стойкости там мужество умение обороняться использовать природу семейного блага это действительно так и есть так в войне продолжение отношения различные у людей то есть кто-то считает что надо было держаться до последнего и это было все справедливо кто-то понимает что с кем был так скажем в компании главнокомандующий финские правительства и что это сделка с дьяволом для многих откровение что за четыре года вот 41 по 40 за три года сорок персер за четыре года в курс правительства развернулся строго на 180 финского то есть от германии они развернули свое оружие в сорок пятом году у них было так называемый лапинсотта в лапландии когда они по условиям мирного соглашения должны были вытеснить своей территории фашистов поэтому к этому нету однозначного к великой отечественной войне нету однозначного такого отношения но все понимают что общая ситуация была такая что финляндия заняла в они почетное второе место да они играли но не угадали буквы ни одной но эта фраза не не придуманная моя это есть такой роман финский неизвестный солдат вот гайна линна написал для нас это как вот параллель если провести в нашей литературе там война и мир там преступление наказание то есть толку столб литературы финской вот и там очень хорошо описано моральное состояние наступление в сторону петрозаводска что происходил петрозаводске и отступление потом назад как как вот это вот все в динамике развивалась а то что вот в этом блокадном кольце часть этого кольца держали финны например вот это самый сложный момент на самом деле потому что я услышал от своих туристов между собой они говорят что представляете вот наши значит снабжали хлебом блокадной ленинград откровенно как бы на основании чего сделали такой вывод непонятно то есть до участвовали в блокадном кольце в окружении участвовали но я так понимаю что для себя они особо никаких таких оправданий не ищут но вот было так и было до сорок втором году были планы в генштабе финском в том числе и по захвату города то есть если бы сложилась ситуация и достаточно было силу нацистской германии дожать ленинград я думаю что они не отказались бы от этой возможности но они просто на самом деле просто уперлись в карельский крепрайон то есть там чисто чисто там военные есть причины почему они не двигались дальше ну это объективно это объективно я живу я это просто гонежу конечно это вот так противоречит вот этой концепции что типа а дальше просто не захотели не не вот пришли к старой границе дальше вы не захотели не такое мнение тоже бытует но как правило это разбирается все на раз ну ну как же так как здесь види допустим на вот тут где фенляндия где свете то есть конечно стремились они в сорок первом году и планы большой финляндии до урала то есть это тоже да 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 урала серьезно нанесем свободу всем финно-угорским народом а это извините перь ну да впервые туда вот туда и до урала это должно быть великой кокоми пермянские все эти истории то есть вот на этой волне гитлеровской общем-то были хотели свою что называется рыбу поймать вот ему там один ну но не получилось а вот такая замечательная персона как энергии да да это очень замечательная персона согласен во многих отношениях то есть то же самое общество разделено как вот в принципе у них со времен гражданской войны когда финляндия получает независимость также как россии делятся на красных и белых начинается конфликт военный 18 год но у них гражданская война восемнадцатом году закончилась очень быстро белые победили белым помогли немцы это заслуга в общем да я думаю что маннергейма тоже во многом вот красный был красный террор был белый террор белый террор вроде как был более кровавый красный менее кровавый то есть это вот оценки расходятся вот но с тех пор в общем то и пошло что общество мы делятся на красных и белых и в общем-то это проглядывается и до сих пор тоже отношению от коммунистом и так далее у них такое сложное неоднозначно вот отношение к маннергейму тоже кто-то считает это спаситель отечества отец нации русской финской демократии то есть вот такое что это наше все кто-то считает что так кровавый палач убийцы то есть за что некоторые вообще гомосексуалистом считают что в хорошем смысле есть такое тоже мнение у него дети вроде жена но это не отменяет мне кажется тоже то есть это не будем об этом это уж на скете приходилось их возить к доске я не успел к доске возить потому что спрашивают да кто помнит про эту доску но там отношения вообще у людей удивление как это я вот тоже я тоже не как-то так то есть сами 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 да они не понимают писать у нас бы фельсинки повесили на доску там мерецкого допустим маршал вот который значит финскую войну участвовал либо там молотову страны и же кстати я не знаю насколько это правда но расхожая версия что коктейль молотова это же филе да да и появилась их изобретение москва коктейль для молотова до коктейль молотова да есть такую вот смотри вот эта методичность она с которой они подготавливаются она все-таки мешает или помогает усилить или такой дотошностью или прочее потому что там не был интервью с немецких туристов это конечно иногда достает сейчас эти проверю как ты там знаешь тимон тимон и гана не видишь что ты ну такой почти 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 такой наш а вроде не наш еще что-то вроде на наружу вроде наша так вот живет тут и русский так хорошо говорит разрыв шаблона случается потому что это как и хорошее плохое в этом есть хорошее конечно то что заранее все определено договорено посчитано померено то есть все вплоть до расписания по минутам составлен то есть стартуем во столько финишируем во столько обед там во только меню вот такое то есть заранее заказ делается заранее они смотрят там если есть сайт у ресторана что там вообще отзывы читают у себя там между собой как-то общается вот то есть транспорт то же самое причинном фотографии на чем мы поедем вот такое игру я не если заказной автобус ну как такой примерно такой хороший белый чистый мамой клянусь все будет хорошо мне тоже в свою очередь мамой клянуться но в результате что моему то моему там как у нас говорят поэтому с одной стороны это достает потому что если поездка допустим занимает один день за полгода начинаются переговоры согласования и в течение вот раз в месяц там либо раз две недели какое-то сообщение приходит на которых надо ответить все это обработать перезвонить узнать и так далее переиграть когда большая группа конечно это удобно когда два чека едут ну как-то странно давайте импровизацию какую-нибудь нет мы хотим вот туда вот туда а потом потом мы хотим еще на удельную на рынок юнон мы слышали здесь юнона и но на я поясню кто не в петербурге у нас есть до таких два культовых минут сейчас и но конечно же не то что но в свое время это была такая глобальная толкучка на северо-западе города а у делка наоборот на севере она до сих пор работает тоже она немножко изменилась но вот у меня было интервью можете погуглить с фотографом эрмитажа и рима молотковцом он очень любит туда ходить до сих пор ходят и вся пустят фейсбуке находки ну я честно говоря звыл бы конечно так ну да ну и в общем то привычно чего это для меня это очень-то нормально это сразу так появилось в общем-то и не вызывает такого то ни с чем сравнивать просто поэтому ну был как-то на подвозе у из чили туристы были то есть коллега с испанским языком она организовывала им дневной полностью тур но там конечно да то есть это восторги эмоции там крики шум то есть все это все очень весело задорно происходит а пойдемте туда нет давайте стоит тормозим нам там выйдем нам нас фотографировать смотрите как бой так красиво так здорово и все вот этот гвалт и уже естественно к десяти часа вечера уже голова квадратные тяжело воспринимается естественно финны финны такого очень спокойно да то есть если не о чем говорить мы помолчим то есть это нормально пауза в разговоре то есть как-то попытался перевести вот эту поговорку мент родился то есть меня не поняли то есть нет почему как почему именно мент и кто-то я столкнулся вот эту разницу в ментальности вот потом пытался объяснить что мертвый полицейский почему он мертвых как на дороге вот этот подскакивает авто странно почему он умер анекдоты про фенов мнение но это не прямо вот так утрируется потому что это про эстонцев может быть не врачи ты знаешь что там у них тоже есть там да у фенов про шведов про шведов очень много как у нас про чукчу них вот шведы там вот эти вот они которые живут в своей семье там мужчины с мужчинами там там по всякому это все очень так фольклор народный очень так хорошо обрабатывает это все они их не воспринимают что удивительно я не не встречал такого же объема фольклора пара пара русских про россию почему ты вот нет вот шведы это вот прям вот герои прямо такой вот забавный такой над ним подтруниваются может быть это комплекс какой-то ну они очень долго же просто сидели под ними и я брал просто интервью с финским консулом здесь и он не открытым текстом говорил что да вот россия нам дала то все 5 10 в 19 веке и без нее мы бы еще фиг знает чуть-чуть чем чем были бы вот как раз вот это российское прошлое да то что они были частью российской империи и объективно говоря действительно там да все до сейма до национальной валюты до реанимации там языка и этого всего да они же как бы ну в общем-то не будем конечно шовинистами но нет не будем да но были мягко говоря не них не в том статусе что сейчас они это понимают или или вообще вот если говорить в целом по больнице да то есть температура положительно в этом отношении то есть россия александр второй вот этот период середины 19 века великое княжество финляндское воспринимается очень положительно и вот эта смена курса которая произошла при александре третьем на закручивание гаек она была не только у нас но и финляндии тоже вот это как раз прессом под этим прессом начали подниматься вот эти вот националистические всякие вот эти вот вещи и то что произошло в семнадцатом году уже получение независимости финляндии это в общем-то последствия того процесса то есть как как результат вот если мы поговорим в обратную сторону поскольку ты я так догадываюсь часто бывал финляндии имеет ли туда ехать человеку который там ни разу не было это нужно горе может быть даже не столько прожители петербурга там и окрестностях там не знаю урал и хабаровск и прочее прочее потому что ведь страна дико дорогая и мне иногда кажется честно говоря не оправданно дорогая ну потому что ты можешь вместо финляндии за те же бабки съездить во францию и ощущение ты получишь диаметриально противоположные ну-ка смотря зачем ехать то есть если нужен отдых на природе там тишина спокой вот такой комфортный комфортный и изолированный от людей от соседей там у домик берег берег озера лодка там гриль там костер тому такое что то это по адресу если говорить о каких-то культурных событиях ну понятно в хельсинки постоянно что-то происходит там хельсинки там пара турку то есть там есть что посмотреть но это естественно это нельзя сравнить там с германией франции так далее то есть это как правило это национальные какие-то события культурные события то есть там там все миниатюре все то же самое только насколько это интересно стандартному обычному нашему человеку это не совсем хотя самого есть какие-то моменты реально бесит финных или финляндии или ты так ровненько поэтому бесит ну бесит вот это вот за как-то рамки вот рамки везде да то есть там скорость 80 ты должен 80 машину поставил неправильно тебе раз под стекло но сейчас у нас тоже это появляется вот но там это чувствуется просто больнее по карману поэтому ну и с другой стороны же типа правильно конечно конечно это правильно да да ну когда это тебя касается по кошельку так кажется несправедливым почему войми ну как же так ешь ничего я всего на 15 минут опоздал точно что там вот поэтому ну да это конечно напрягает но это к этому быстро привыкаешь что еще ну вот это не расторопность да то есть как ну ребята можно побыстрее там тогда же казалось реально все-таки это действительно там жизни очень сильно отличается это делается все очень медленно заправки чек подъезжает спокойно выйдет там покопается в кармане там откроет закроет заправиться в магазинчике что-то бегом никто не бегает но и сзади никто при этом не дудит то есть если сдремать на зеленом светофоре за тобой будет стать хвост и буду ждать когда ты проснешься и поедешь то есть никто там даже не мигнет там не посигналит то есть потому что москвичи приезжают питер поражаются нашими длительности это вот продолжение что же так что же так что же тогда не скажет про про какого нибудь жители хельсинки и так далее как бы ты описал финских туристок туристок туристы туристки тоже бывают разные как правило женщины более заинтересованы в будет как-то музейный вот такую-то похода культурные что-то особенно это касается эрмитажа допустим вот это вот прям наше все там надо сходить посмотреть что вы хотите увидеть мы рембрандта хотим увидеть все вот покажите нам расскажите что-нибудь про него такое бывает что если это какие-то корпоративные выезды допустим там у меня была группа из восьми учительниц это вот в возрасте они где-то были 50 50-60 в том же самом возрасте у них было такое вот мероприятие была официальная часть не официальная часть то есть нам нужно было там лодку организовать там шампанским покататься там по неве вечером нужно было их перед этим там ресторан тройка там все это шоу народно сходить так мы селе но без какого-то без без адского отжига без без вот этого без прыгания я слушаю что-то я тоже сам уже чувствую я я от рассказа даже от финских туристов уже начинаем речь поклёвый тебя не бывает вот реально скучно бывает конечно что часто делать если особенно длительно когда вот эти переезды когда картинка не меняется то есть ты выговорился уже в общем-то материал который у тебя там был заготовлен ты весь уже выдал то есть ну а дальше что то есть если тебя ни о чем не спрашивают люди сидят и дремлет в общем-то и хорошо главное там за рулем то не заснуть все будет хорошо это само само водишь да да микрик есть небольшой маленький автобус и и на дуде и грец и жнец и швеция все в одном получается понятно когда в какие периоды времени не любят приезжать они все-таки северный народ они для них есть разница все-таки летом или зимой приехать такого сезона выраженного нету как с круизными туристами допустим петербурге но обычно летом они стараются куда-то вот испания там греция пляжный отдыха осенью начинается уже культурный то есть рождество естественно это спад потому что это домашний праздник семейный после январских праздников опять начинается нету прям вот я точно вот по себе могу сказать что равномерно по всему году это очень характерная особенность насколько они щедры ну я бы не сказал прямо что деньгами никто не бросает то есть я такого не встречал что прям вот туда-сюда там еще там станцуйте там еще чего-нибудь сделать нет как правило ночевые бывают но это скорее исключение причем так достаточно скромно все если очень прям понравилось нам или вот чеку-то настроен такой то есть это такие случаи как бы исключительный вот поэтому но они понимают прекрасно что все уже включается в договоренности вот эти вот и придерживается договоренности что если было вот оговорено вот такие условия значит должны быть такие условия ну что ж мы закончили разговоры починилась камера большое за то что так вовремя он это все сделал ну ладно 2 это пойдет более весело ну хорошо друзья мы значит ну во первых я напоминаю что вы и ко мне можете прийти вот как как коллега до зашел тут в принципе понравилось насколько это вполне вполне ведь по-фински вполне без чилийских восторгов но и без какого-то там такой среднефинские как бы критерий вполне я так понимаю что они тоже так именно придерживаться нет вот этих крайних каких-то проявлений даже когда очень понравилось очень сложно понять то есть если какой-то был ну вот косяк действительно ошибка то есть никто ничего толком не скажет если понравилось тоже и особо ну да хорошо все вот так хорошо говорить по-фински удивительно что вам нравятся мои финские поэтому все информации по поводу моих предприятий поездка берлин в париж собираю группу в петербург на ноябрьский чуть не сказал новогодние праздники друзья мои запись происходила еще до нового года поэтому конечно же речь идет уже не про новогоднюю группу ту группу я уже свозил нет речь идет про группу которая поедет со 2 по 4 мая в петербург ближайшие мероприятия 14 и 15 марта две экскурсии убийство военного прокурора павлова я недавно рассказал об этом на другом канале этот выпуск даже еще не вышел дочь николая первого архитектором на ферран и все остальное а также убийство павла первого столыпин третье отделение проходные дворы фонтанки 19 октября мы едем в город вену если вам это все интересное ссылки на все события есть в описании под этим выпуском ну а что тебе как бы горячих успехов постарай твои зажигательные вот это его движухи вот оставляйте комментарии вот там увидимся пока спасибо пока